пойдем покрошим в эти вот во все скворечники птичкам птичкам лишь птички кушать хотят давай вот сюда можешь смотри куда вот давай давай вот сюда давай покроши вот на такие маленькие вон он высоко его не видно будет на камеру то где он вот на этом где-то вот здесь да да я его тоже вижу на камеру навряд ли будет видно о дима молодец молодцы мои хорошие папка тоже перекрестится посей сохранить всем привет у нас наконец-то наступила весна шикарная погодка мама у нас на работе так что с ребятами пойдем с Настей и с Димой и я втроем гулять не знаю маленько конечно сыро дождь там ну не дождь а просто сыро после снег тает на улице плюс 3 плюс 5 это так вот и мы решили маленько прогуляться мы сейчас сходить к нам может быть вот туда там такой лесочек красивый бор ну так скажем бор сосновый бор вот хотим туда сходить погулять там бывает иногда выходят белочки их может покормим скоро начнется уже не терпится дачный сезон будем ездить на дачу новые посадки хотим привезти земли ну и много еще планов куча сделать помост под бассейн но это пока еще не знаю насколько это все получится ребята у меня одевается пойдемте к ним сходим посмотрим где они у нас маленько можно проветривание даже открыть тепло оделись уже привет оделся сейчас сходим посмотрим но я конечно я точно не уверен что там белки да там вот белки но бывает даже у нас по забору вот мы видели не раз мы видели не раз что бегают прыгают бегают белки я не знаю они хлеб едят нет как думаете не они едят какие-то орехи один раз мы добавили вроде белки может взять может взять хлеба давай одевайся тоже жарко в курточке в общем друзья сейчас пойдем отсюда в гор посмотрим там белочек если удастся то мы ее встретим но не знаю возможно мы не встретим никого прогуляемся туда маленько подальше там у нас строят церковь рядом с домом сходим до церковь матроны московской сходим посмотрим эту церковь ну да года два года там сперва то котлован вырыли да чё а сейчас уже половину подняли здание вот посмотрим так что друзья одеваемся погодка радует идем маленько подышим воздухом о все тает капает у нас на ски он какие бамбушки у нас ушки но так-то скользко пойдем вон туда на расходе мы в лесок но давайте маленько вперед пошли на ска вон с рюкзачком заказать за этим пошла искать клад за золотом и положим да да пойдем сходим посмотрим повезет так белочка увидим а я хлеб то забыл да приготовил хлеб забыл может сходишь ты тоже за телефон на вот желтый их и хлеб там лежит а мы пока тюмы тут пока взял хлеб думаю мало ли там дерево прицепил может белочка придет плюс 3 хотя не знаю ну ладно так погуляем хоть воздухом подышим да погода хорошая а телефон то взял молодец все наиска довольна ребята ребята у нас на каникулу да димон оставь у себя хлеб просто покажи пока взяли такой хлебушек тостовый у меня большие карманы давай ключи а то потеряешь пойдем туда дальше пойдем туда мы выше пойдем вон туда такой ветер был на великах отсюда гоняли да и вот туда да вниз мы там еще заворачивали нормально вообще вообще ну чё ну чё мне нравилось да не зима тоже классно на балконе на балконе все и самокат и все вот здесь бы здесь бы вот гараж гараж с ямой лучше у дома можно было овощи привозить в даче о лесок это у нас вот это здание там стоит эту это профилакторий там люди комбинатовский профилакторий там раньше отдыхали там всякие там спа процедуру там эти всякие есть белочки то деревья рубили мы пойдемте подышим погуляем здесь у нас здесь у нас конечно чаще гуляют собаками выходят на прогулку у нас забыла собачка у нас аллергия мы поэтому нас все хочешь да да хотя бы хомяка дай все равно он три года жить будет очень дорогой но он три года будет жить то вообще очень мало нас ты хочет любую любую зверюшку хочет такую пушистую пушистую они аллергия мне повезло больше она все ищет противоаллергенных пушистых противоаллергенных животных она и мы подожди и мы один раз повелись на ее на этот она говорит у собаки как она называется короче маленькие то собачки такие кудрявенькие забыл короче она говорит у нее не шерсть а волосы короче мы купили и эту собаку за сколько там 15 тысяч в итоге у нее все равно аллергия и сейчас она говорит что у нее там у шиншиллы аллергии нет короче понятно я нас хотя чисто по-отцовски понимаю что себе охота это тебе охота какое-то животное короче я понимаю но не в клетке сидела просто аллергенная у нас маленькая надо немножко подождать о смотрите мы куда дошли подожди я кстати где-то слышу этого дятла только что слышал недавно дятел долбился здесь а здесь у нас это вон воробьи летают здесь у нас целая смотрите семечки где он слышите долбит ладно может пониже увидим здесь у нас а давай димка доставай хлебушек один кусочек достань настика помоги один кусок ему дай он маленько покрошит раскрошит возьми димка пойдем покрошим в эти вот во все скворечники птичкам птичкам видишь птички кушать хотят давай вот сюда можешь смотри куда вот давай давай вот сюда давай вот сюда покроши вот на такие маленькие тут вон сколько кормушек смотри пять штук со всех сторон кормушки ложить о вообще добрый делом занимаемся конечно птичек надо покормить и дай мне тоже маленько набери держи 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 я отломлю на пол на все надо птички смотрите он сидит птичка ждет когда мы ее покормим о нифига мы вот положу она на руку тебе не сядет это просто в воробушек синичка вот если в парке в каком нибудь там а там я помню мы ездили в парк в пирму кажется тебе вот так вот на плечи голуби но одно время ездили один раз ездили мы это наверное там драм театр да 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 что пойдемте один раз ездили в драм театр там прямо голуби садятся да на плечи на руки на голову садятся было было белочки то есть я уверен в этом только они наверно да они наверно где-то попрятались красиво тогда сосны тут у нас гаражи тут гаражи вот маленько а там там даче уже пошли да там даче вот а вон наши а мы сейчас недалеко ушли то вон наш дом стоит вон аккуратненько какой-то провод он это у нас больничный городок это именно вот это вот родильное отделение тут вот так что тут появляется у нас новая жизнь здесь катались ага зимой катаемся настька тут упала да как-то но как-то разок улетела на этой на батрушке то смотри какую-то вышку новую поставили то ли сотовая связь то ли чё и и что отсюда катались и все время боялись в эти кирпичи врезаться да 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 как будто зима прошла а мы ни разу не ходили в этом году надо было сходить на купить уже большое у нас это есть это кататься то как она бублика вот батрушка да она есть у нас но она какая-то у нас это уже маленькая ребята уже подросли уже так надо бублик большой им хотя говорят травмоопасная конечно это каталка травмоопасно там то что она быстро ездит и неуправляемая туда димка там нет дороги пойдем вот ходим посмотрим где у нас там церковь смотри птичкам гречка птички тоже гречку хлебушек но вот так посмотреть так красиво да небо голубое сосны лепота еще летом такой сказать что не хватало бы вот тут у водички вот тут шезлок такой и дачу тут и все отдыхаешь такой среди лет вообще кайф скоро скоро на дачу скоро все начнется у нас бассейн я говорю вот охота охота сделать под бассейном какой-то помост чтобы не было грязно ну потому что с бассейна вылазим в тапках да эти резиновые поддеваем сланцы и там все равно грязно как-то так вон он высоко его не видно будет на камеру где он вот на этом где-то вот да да я его тоже вижу но на камеру навряд ли будет видно красный видишь там красный это на камеру наверно навряд ли как дятла увидели обратно сходим туда посмотрим церковь обратно пойдем снова птичкам это а как думаете это как думаете что он там долбит червяков до всяких айболит очень много айболит да он просто добивает все пищи а тем а тем и самым он всякие вот эти караеды которые деревья гудят он он получается всегда помогает все вот мы уже на дорогу вышли идем в сторону церкви а вон уже виднеется красная вот там красная видно это у нас как раз вот строят церковь большая будет так хорошо все так вот вот такой скажем парк ну прикольно погулять и вон там у нас дом все так рядом магазин больничка большая покататься зимой можно с горок погода погода хорош у ребята каникулы заканчиваются вот у нас роддом роддом а это у нас было здание так здание гинекологии нет женское здание женское чтобы ребятам было просто понятно что это это здание было раньше женское а сейчас она короче там лечат их да нет не психов там этих наркозависимых короче поэтому тут и цену тут церковь не только поэтому чтобы им давать просвещение и там морг рядом короче ну тут все все здания в принципе вообще рядом и хирургия и все все пока у нас он там с синей крышей здание это у нас вот маленькая церковь такая да здесь вот большая строят большую красную матроны московской вот там уже осветили вон крест стоит мы сейчас подойдем посмотрим это землю земля освещенная вот это наша будущая церковь здесь у нас видите я еще здесь даже не был аллея славы вот так вот краснокамск увидите наш город краснокамск в годы великой отечественной войны это наш комбинат газонат это крест поставили что освещенная владима молодец молодцы мои хорошие папка тоже перекрестится поселиться хранить это все военное это все про про войну увидите тут вот тоже русская православная церковь в годы великой отечественной войны про летчиков про танкистов кто видимо был у нас может из краснокамска тут вообще история не только краснокамска а тут вообще архангельская губерния видишь просто история войны войны военная история думаю скорее всего что уже нету у нас ветеранов уже очень да конечно ветеранов ветеранов уже очень мало остается у нас к сожалению наших любимых ветеранов защитников которые да которые подарили нам жизнь что мы сейчас ходим по нашей земле по русской вот видишь такое я у нас не видел еще что у нас вот такое сделали тут всякие фамилии вот видишь тут например вот да швейцов борис сергеевич вот родился в двадцать шестом году пера пара 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 и все написано он верил в победу любил родину прошел всю войну умер в девяносто третьем году наталья так что я еще даже не видел у нас такую аллею славы это у нас когда церковь ставили освещали землю и вот наша церковь он видите там еще пока маленькая типа часовинки вон там синенькая а это уже строят большую нормальную настоящую церковь вот это все будет она повторюсь церковь наверно церковь или к храм матроны московской наверно наверно храм да руки-то замерзнут ну чё делаете то не надо вы чё пупуськи будем сюда ходить да церковь рядом с домом у нас близко буквально мы вот вышли ага не говорит мы вышли буквально пять минут все мы здесь уже уже у церкви почему пойдем то у нас хлебушек остался пойдем потом пойдем там еще птичек покормим может все-таки удастся нам надежда умирает последний белочку может быть увидим а вот смотри 23 июня 41 года в школе номер 8 состоялся последний предвоенный выпускной а уже 7 августа 41 года здесь принимали первых раненых прибывших с фронта он был госпиталем там лечили восьмая школа вот в этой школе в этой школе был госпиталь во время войны лишь 200 перевязок в день десятки операций видишь ничего не хватало все стирали ну ладно пойдемте пойдемте да вот тебя даже слушает здесь аллея славы я даже не знал вообще прикольно просто тут был только крест я помню тут был только крест обставили вот эти штуки без фотографии сделали аллею славы можно так сказать сходить просветиться историей воспитание в это воспитание это все для детей правильно молодцы чтобы нашего поколения не росло на как сказать на одном тиктоке я тут только ничего плохого не имею но не надо быть на всю голову тиктокерами надо знать историю любить свою страну я так считаю сейчас хлебушек здесь раскрошим птичкам нашим любимым надо было я сюда не подумал дома был рис надо было взять риса насыпать но значит и рис будут кушать сейчас покормим где у нас кормушки то наш сейчас у нас оставшийся хлеб скормим а вот здесь вот тоже у нас гуляют с собаками часто здесь сейчас просто под снегом сейчас просто еще фейерверги пускают зимой мы на балкон выходим мы как раз живем то получается вот ну не вот в этом доме вот в том да выходим и смотрим здесь фейерверги стреляют белочек не удалось увидеть но ничего так что нам еще 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 есть повод прийти сюда погулять дятла маленькую видели белочки но здесь белочки есть это сто процентов мы знаем мы видели они у нас здесь водятся о птички тут летают в разные стороны он сидит смотрите на дереве он сколько и давай димка и ризе снастью это крошите по кусочку возьмите не боится дать или близко же смотри нет нет давайте кормите идите крошите она не пойдет димка на руки это не голубь он не пойдет иди в эту в кормушке лучше а ну все равно где дятел вон он в дерево идет вон голова его торчит надо обойти вот там я его не увижу наверно высоко вон 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 он летел сейчас но был близко сейчас уже далеко уже не видно будет классно ну давайте не-не-не кормите кормите такое у нас сегодня видео скажем простая жизнь простое видео обычные наши будни у нас выходной повторюсь мама у нас работает так вы может куда-нибудь и на машине съездили в парку они погуляли но пока так посидели дома что-то дома на дома надоело сидеть решили вот выйти тут птичек покормить вот белочек поискать сейчас пойдем домой я думаю на этом друзья будем заканчивать видео всем ребята огромное спасибо за просмотр всем удачи увидимся в новых выпусках у нас наступила наконец-то весна теплые денечки очень радует сразу настроение приподнятое работать не охота учиться не охота да охота уже быстрее на дачу так что смотрите наши выпуски подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить всем удачи всем пока 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 Пока!